Здравствуйте! Вы смотрите программу «События» в студии Виктория Шаре. Сегодня в выпуске. Уборка сквером, чистка озерам. Вместе с городскими властями улучшать экологию Самары будут общественники русского географического общества. Надо-надо умываться по утрам и вечерам. Мэр Самары Олег Фурсов поставил задачу наказывать владельцев автобусов, если машины выходят в рейс грязными. Подниматься легко, безопасно, приятно. В Самаре по программе капремонта меняют лифты. 2017 год экологии. Повод с особым вниманием взглянуть на проблему сохранения природных богатств города на Волге. Вместе с городскими властями улучшать экологическую обстановку будут общественники. Русское географическое общество и администрация Самары подписали соглашение о сотрудничестве. Оно подразумевает не только образовательную и просветительскую работу, но и акции по уборке зеленых уголков города. Марина Кравцова узнала, какие озера почистит уже в этом году. Город, в котором дышится легко. За последние два года Самара в экологическом рейтинге Министерства природных ресурсов России поднялась на три строчки вверх. Это результат повышенного внимания к сохранению природных ресурсов. Только за последние два года незаконных свалок в городе стало меньше в несколько раз. Соглашение о сотрудничестве между администрацией Самары и русским географическим обществом – новый шаг в улучшении экологической обстановки. Безусловно, тот ресурс, которым обладает русское географическое общество и в образовании, и в просвещении, и в оценке экологического ущерба – это мероприятие, которое внесет очень серьезный вклад в экологическое оздоровление нашего города. Вместе с общественниками будут проводить образовательные акции для молодежи, викторины для дошкольников, очистку от мусора парков, скверов, зеленых зон, озер и рек. В этом году начнут чистить воронежские пруды, а рядом со школами и детскими садами установят специальные контейнеры для раздельного сбора мусора. Переход на экологическое обращение с отходами – одна из задач большой городской программы. Нами разработана трехлетняя экологическая программа, там применены новые совершенно подходы. Очень много вопросов уделяется для совместного решения с общественными организациями, с общественностью. Я думаю, что вот такое отношение, партнерское, дружеское, позволит нам задачи, поставленные по наведению порядка в городе, решать гораздо быстрее. Очень важно, чтобы тот акцент, который сейчас делается на экологическую проблематику, сохранился на все последующие годы. Бережное отношение к природе – задача не только властей и общественников. Это касается всех жителей. И каждый может помочь родному городу стать еще чище. Нами ведется уже на сегодняшний момент очень серьезная и глубокая карта, интерактивная карта, на которую наносятся места, где незаконно складируется мусор. И то, что мы сегодня увидели вот это подписание, это очевидно говорит о том, что все граждане Самарской области могут реально принять участие в том, чтобы наш город, наша область стала чище. Наша основная задача всех вместе – сделать город чище. Чем больше общественных организаций, жителей включатся в этот процесс, тем будет лучше для нас, для всех, для города. Сделать чище воздух помогает постепенный переход на автобусы на газомоторном топливе, что существенно снижает количество выбросов вредных веществ. Идет работа над законодательной инициативой по снижению транспортного налога на машины на газу. Рассматривается и вопрос строительства дополнительных газовых заправок в Самаре. Марина Кравцова, Григорий Плешаков. События. Мыть автобусы нужно чаще и чище. Такую задачу поставил мэр Самара Олег Фурсов. На общегородском совещании глава города отметил – частные автобусы ездят по городу в ужасном состоянии. Руководитель профильного департамента пояснил, что моются автобусы всего раз в неделю. На что мэр возразил – нужно мыть машины чаще. Чтобы заставить частников ухаживать за своими автобусами, предлагается устраивать санитарные рейды. Перевозчиков, выпускающих на линию грязные машины, наказывать. Автобусы-то как раз наши муниципальные чистенькие. А вот что касается частных автобусов, понимаете, там клейма ставить некуда. Занимайтесь, работайте, проведите рейды с ГИБДД совместно, повоспитывайте собственников. Наверное, тогда они найдут возможность автобусы мыть. Почти 2,5 миллиарда рублей в этом году направят на благоустройство региона. Деньги выделят из федерального и областного бюджетов. Две трети суммы потратят на то, чтобы привести в порядок дворы. В 2017-м обновятся и самарские дороги. 20 улиц отремонтируют комплексно. Начнут строить новые развязки. Как преобразится Самара, знает Алина Чемерес. Парковки, освещения, ограждения и скамейки. Что в этом году появится в самарских дворах, будут решать жители. Сделать выбор предстоит на общем собрании. В 2017-м на благоустройство дворов региона потратят около миллиарда рублей. Но прежде чем наводить красоту, необходимо убраться. После зимы под снегом скапливается мусор. Приводить дворы в порядок призывают и жителей. Как только имеется возможность уборки во дворе, администрация района будет обеспечивать жителей необходимым инвентарем и впоследствии весь собранный мусор будет вывозить на полигон. Городские службы приводят в порядок ливневые канализации, вырошат снег, чтобы он скорее растаял. Затем приступят к уборке мусора, дороги очистят от грязи и пыли, нанесут разметку на проезжую часть, покрасят бортовой камень, побелят деревья. А с конца мая Самара окрасится во все цвета радуги. В городе высадят цветы на территории почти 30 тысяч квадратных метров. Это на треть больше, чем в прошлом году. На самарских улицах распустится более 60 видов растений. Много внимания уделяется по оформлению вертикальных конструкций, вы видите, а также каскадов. Нами приобретено на оформлении по улицинодорожной сети на ограждении 300 часть Кашпо, где будут высажены цветочные рассады. Это петуния крупноцветковая, бегония, герань плющелистная. Особое внимание самарским дорогам. Автомобилистам в этом году придется сложно. В городе комплексно отремонтируют 20 улиц. Среди них Максима Горького, Дыбенко, Полевая, Венсака, Водников. Грандиозная дорожная стройка начнется на Красноглинском и Волгском шоссе. Стартует ремонт Южного моста. Там будет организовано реверсивное движение. Также запланировано строительство кольцевой развязки на пересечении улиц Луначарского и Московского шоссе. Там эллипсовидное будет кольцо построено. Там точно так же будет затронено движение. То есть на несколько месяцев будет перекрыта улица Гагарина, так как они не могут примкнуть к Московскому шоссе. И в лучшем случае по Московскому шоссе останется по одной полосе для движения в каждом направлении. В конце осени планируется в полном объеме запустить движение по Московскому шоссе. А на время дорожных работ водителям предлагают заранее ознакомиться со схемами объезда. Все они будут размещены в интернете. Алина Чемерис, Григорий Плешаков, События. Подниматься легко, безопасно, приятно. В 215-м доме по улице Ново-Вокзальная полностью заменили лифтовое оборудование. Новый лифт установили в рамках программы капитального ремонта. Жители Самары все чаще отдают предпочтение ремонту подъемников, а не фасадов. В новом лифте прокатился Андрей Горгуленко. Мы на каждом побывали, а мы прокатились со всеми. Вот такой лифт. Людмила Федорова сторожил дома 215 по улице Ново-Вокзальной. Заехала сюда еще в 1974 году. С тех пор лифт в подъезде так и не ремонтировали. И вот спустя 43 года в доме новый транспорт по этажам. Пока шел ремонт, Людмила и другие жители поднимались по лестнице, не возмущаясь. Все были предупреждены письменно под роспись, что вот эти две недели вам придется ходить пешком. Люди не противились. Были, конечно, такие, что тяжело ходить на лечение в поликлинику, но все выдержали смело. Никаких не было нареканий, никаких возмущений. Ходить пешком долго не пришлось. Ремонт лифта уложился всего в две недели. За это время полностью обновили все оборудование. Новый трос, лебедка, антивандальное покрытие стен, не бьющееся зеркало. В лифтовой все автоматизировано. Установлены электронные датчики, сделанные по современным технологиям. Лифты у нас сейчас выпускаются энергосберегающие с применением последних технологий, частотным приводом управления и открытия дверей, что обеспечивает плавные движения лифтов, плавное открытие и закрытие дверей, ну и самое главное, комфортабельные приездки наших жителей. Предусмотрена защита. Если лифт остановился на этаже, то дверь автоматически откроется, человек может выйти. Если она между этажами останавливается, то там срабатывает так, что дверь не откроется, и пока лифтер ее не поставит как надо. Видеокамера там установлена, чтобы вандализма не было. На данный момент в Самарской области по программе капитального ремонта заменили 560 лифтов. Это около 110 домов. На 17-й год запланированы замены еще в 34-х. Андрей Горгуленко, Максим Гусев, События. Далее, коротко о других событиях дня. Прокуратура не нашла вины врачей дорожной больницы в смерти пассажира автобуса в Самаре. Напомним, инцидент произошел 25 января. 43-летнему мужчине внезапно стало плохо. Водитель принял решение сойти с маршрута и ехать без остановок до ближайшей больницы. Несколько пассажиров забежали внутрь и попросили о помощи. Через несколько минут один из медиков вышел на улицу. Врач померила пульс, но сказала, что человек уже мертв. На основе записи с камер и заключения специалиста Росздравнадзора сотрудники Куйбышевской транспортной прокуратуры установили, что в действиях должностных лиц больницы при оказании экстренной медицинской помощи мужчине не было нарушений. В Самарской области обнаружен очаг африканской чумы свиней. Сегодня это подтвердили результаты лабораторных исследований. Погибло уже 86 животных. Как сообщает региональное управление Россельхознадзора, до этого момента в регионе таких случаев не было. Крайне опасное заболевание проникло в область в начале марта. В одном из частных хозяйств Хворостянского района в селе Гремячий, расположенном в 25 километрах от границы с Саратовской областью, начали погибать домашние свиньи. В радиусе 5 километров от очага инфекции установлен карантин. Все трупы погибших животных сжигают. Полиция закрыла три нелегальных игровых зала в Самаре. Силовики обнаружили их в Саммарском, Октябрьском и Советском районах. Располагались казино на улицах Льва Толстого, Потапова, Карбышева. В каждом было по одному два игровых терминала. Незаконное оборудование изъято, проводится проверка. В Сызрани дикая сова напала на шестилетнего мальчика. Это произошло возле одного из домов на улице Ватутина. Птица вцепилась в руку ребенка. Он получил несколько царапин. От более глубоких ран мальчика спасла теплая куртка. Что касается совы, то ее, не пожелавшую покинуть место нападения, изловили спасатели и передали в местный контактный зоопарк. Зимняя навигация от Ульяновского спуска закрывается с 15 марта. Движение судов на воздушной подушке от Ульяновского спуска до Рождественной прекращается в связи с резким ухудшением ледовой обстановки. Напомним, из-за тех же причин было закрыто сообщение между Самарой и Ширяево. «Подари надежду» благотворительный аукцион с таким названием прошел в Самаре. Все лоты на аукционе – работы людей с ограниченными возможностями. Собранные деньги – 1 миллион 71,5 тысячи рублей – разделили. Часть отдали авторам работы, остальное – в помощь детям, больным ракам. Марина Матвейшина познакомилась с юными пациентами 1-й городской детской больницы. Через час-полтора четырехлетняя Даша отправится домой. Девочке предстоит последний сеанс химиотерапии и долгожданная выписка. Два с половиной года назад ребенку поставили страшный диагноз – опухоль головного мозга. Лечение начали незамедлительно. Родители гордятся дочкой. Даша мужественно переносит все процедуры. Первые полтора года было трудно. Было часто переливание крови, были поиски доноров. Последний блок химиотерапии переносит стабильно, хорошо. Анализы крови стабильные. Слава Богу, как бы, как сами? Держимся, с Божьей помощью. Надо держаться, лечить дальше ребенка. Лечение детей больных раком зачастую требует больших денег. И сегодня 15 семей получат больше миллиона рублей на дорогостоящие обследования и лекарства. Это деньги, собранные на втором благотворительном аукционе «Подари надежду». На аукцион было представлено 20 плотов. Все это творческие работы людей с ограниченными возможностями здоровья. Собранные деньги разделили. Часть отдали авторам работ, остальное – в поддержку детей с тонкозаболеваниями. В этом году аукцион провела общественная организация детей-инвалидов «Парус надежды» при поддержке городских властей. Вот такая помощь, она идет непосредственно семье и администрации города, которая не являлась учредителем аукциона, не проводила его. Но мы в лице главы городского округа Фурсова Олега Борисовича явились гарантами, что каждый рубль, собранный на этом аукционе, пойдет непосредственно семье. В аукционе приняли участие глава города, депутаты, руководители промышленных предприятий, банков и сотрудники нотариальной палаты. Потому что мы все мамы, мы все бабушки, и для нас вот чужая боль, она очень ощутима. Я даже вот сейчас говорю, я волнуюсь всегда. Чужая беда для нас не чужая. Кандидатуры детей, которые на данный момент больше всего нуждаются в материальной помощи, утвердили на аукционной комиссии. Но никто из маленьких пациентов отделений не остался сегодня без праздника и подарков. Марина Матвеевшина, Максим Гусев, События. Самарские студенты готовятся к участию в акции «Крым и Россия вместе навсегда». Она пройдет 18 марта на площади Куйбышева. Там будут работать танцевальные площадки, на которых состоится межвузовский смотр-конкурс на лучшую танцевальную программу. Сейчас команда репетирует выступление. Кроме того, всех желающих пригласятся танцевать севастопольский вальс. Те гости праздника смогут участвовать в мастер-классах и танцевальной зарядке по фитнес-аэробике. Завершится празднование массовым исполнением вальса на самой большой площади Европы. По условиям студенческого конкурса программа должна содержать разные стили, в основном молодежные направления. Мы все занимаемся хип-хоп-аэробикой, и поэтому мы знакомы с такими командами, как из планового университета, из экономического, из университета связи. Мы, в принципе, представляем, на что направлены их программы. Мы танцуем все в похожих стилях. Самым главным критерием было, чтобы он был современным и содержал уличные стили. То есть это не должен быть народный танец. И, ну, естественно, чтобы было интересно смотреть всем жителям Самары. Его картины есть и в Третьяковской галерее, и в сельских клубах. А в Самаре многие известные художники считают его своим учителем. В филармонии прошел вечер памяти заслуженного деятеля искусства Юрия Филиппова, приуроченной к его 90-летию. Здесь же проходит выставка картин мастера. Центральное место в экспозиции занимает эпическое полотно. Седьмая симфония Шостаковича, которая, как известно, впервые была исполнена в Самаре. Олег Зверев побывал на открытии выставки. Седьмая симфония Шостаковича «Красками на холсте». Известный самарский художник Юрий Филиппов создавал картину, как живописный гимн подвигу композитора. Сегодня полотно выставлено в Музее Самарской филармонии, как и многие другие картины. Его считают своим учителем целое поколение самарских живописцев. Его работы хранятся и в Третьяковской галерее, и в небольших сельских клубах. Выставку назвали «Музыка и живопись в творчестве Юрия Филиппова». Живопись Юрия Ивановича, она очень музыкальная. Так нечасто случается у художников, но сама композиция, может быть, с которой мы с вами видим в разных совершенно работах, это техника живописи, это храмы, это соборы, это монастыри Золотого кольца, это образы даже зарубежья. Но мы старались здесь больше, наверное, представить работы, связанные с самарским краем. В этом году выдающемуся самарскому художнику исполнилось бы 90 лет. На вечер памяти в филармонии собрались друзья, ученики, почитатели таланта Юрия Филиппова. Звучали его любимые музыкальные произведения, стихи и воспоминания близких людей. Он стоял у истоков создания Кубышевского художественного училища, преподавал в архитектурно-строительном институте, заведовал кафедрой в педагогическом. Супруга Тамара Сергеевна, как правило, становилась первым зрителем произведений. Он доверял только своему вкусу, но часто с ней советовался, и у нее есть особенно любимые картины. Любимейшим художником у Юрия Ивановича, особенно, наверное, последние лет 30, был Сезан. И французская живопись, как он говорил, импрессион. И поэтому все, что близко, все те работы, которые близки к импрессионизму, они очень дороги и любимы им. По словам вдовы художника, практически все свободное время он проводил с карандашом в руках, стараясь делать наброски повсюду. В этом отчасти и есть секрет творческого успеха Юрия Филиппова, картина которого в эти дни может увидеть каждый. Выставка в музее филармонии продлится до конца марта. Олег Зверев, Дмитрий Мешканцов, события. А вот о чем мы расскажем в следующих выпусках. Учебная тревога. В Самарской области прошли плановые учения по гражданской обороне. 700 домов в Самаре признаны аварийными. В общественной палате обсудили вопрос переселения граждан из ветхого жилья. Как оптимизировать добычу газа в Арктике? Самарец представит свою идею на Международном молодежном форуме. Наш выпуск на этом завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 12 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего вам доброго, увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова